Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество конкретных торговых рекомендаций, основанных на техническом и фундаментальном анализах. Ну что, сегодня мы подводим итоги заседания Европейского Центрального Банка. Сразу стоит отметить, что позиции европейской валюты были сданы, опять же, продавцам. Сейчас курс евро-доллара ниже паритет. Это была наша ближайшая цель. Теперь, собственно, мы ждем заседания американского регулятора. Это следующая среда и я рассчитываю на то, что в ходе этого события доллар получит еще большую поддержку и, соответственно, надавит дополнительно на позиции рисковых инструментов. Главный вопрос, который был на повестке вчерашнего дня, сможет ли Европейский Центральный Банк вдохновить покупателей, поддержать позиции евро и поспособствовать дальнейшему развитию восходящей динамики. Но сейчас уже делаем вывод, что не смог. Первая реакция предполагала какое-то небольшое укрепление, но все-таки инициатива довольно быстро перешла к продавцам. Европейский Центральный Банк повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов. Это в соответствии с ожиданиями. Причем эти ожидания стали отыгрываться на рынке и закладываться в цену еще за некоторое время, больше, чем за неделю. И сработала традиционная тактика, стратегия трейдинга – покупать на ожиданиях, продавай на фактах. ИЦБ действительно не привнес ничего нового, никаких сюрпризов, никаких неожиданностей, чтобы можно было бы зацепиться покупателям в расчете на то, что вот, ИЦБ переиграет всех и, соответственно, знает, что будет делать дальше в случае дальнейшего роста инфляции и может быть существенно ускорить темпы повышения процентной ставки, в том числе и анонсировать программу количественного ужесточения. Но ничего этого не было. Очень вялые комментарии от Лагард о том, что куча рисков, понижательные риски сохранялись ранее и, разумеется, сохраняются и сейчас. Инфляция росла и будет расти, потому что очень сильно зависит от кризиса предложения и от ситуации на рынке энергоносителей, на которой Европа повлиять, собственно, не может. И инфляция останется высокой в течение длительного периода времени. Но ИЦБ остается адаптивным регулятором, поэтому будет принимать решение по ставке в соответствии с актуальными рыночными условиями. Ну, в этом можно, конечно же, найти сигнал того, что ставки будут расти. Но, безусловно, они будут расти, потому что инфляция уже в ИЦБ, точнее, в еврозоне 10% и, скорее всего, достигнет пиковых уровней там в районе 15%. Но темпы повышения ставки, на мой взгляд, уже будут существенно скромнее, чем вот это решение на 75 базисных пунктов. Вот, например, в декабре я рассчитываю на максимум, на что готовы бы пойти ИЦБ, это повысить ставку на 50 базисных пунктов. Причем в рамках действий американского регулятора я по-прежнему сторонник того, что ФРС может и в декабре поднять ставку на 75 базисных пунктов. Я в этом практически не сомневаюсь в свете еще и вчерашнего блока данных по ВВП, по заказам товара длительного пользования. Но сейчас я вам об этом расскажу. Поэтому в отношении европейской валюты, поскольку трейдеров не вдохновили комментарии Кристин Лагард, поскольку Европейский Центральный Банк не смог обеспечить рост евровалюты, нужно все-таки вспомнить, друзья, про то, почему мы евро ранее шартили. А это куча, целый ворох проблем экономических, которые указывают на то, что еврозона уже близка к рецессии. И стоит отметить, что Лагард впервые за долгое время, ну можно сказать, что это самый авторитетный чиновник, отвечающий за денежную политику еврозоны, подтвердил, что экономика ЕС катится в рецессию. Эта рецессия неизбежна. Я за то, чтобы евро шартить дальше. Считайте, что если будет еще там прострел выше паритета, такая же отличная возможность продать европейскую валюту, как она была предоставлена вам вчера и позавчера, когда пара евро-доллар оказалась выше паритета. Принимайте решение, друзья, очень важное. Сейчас уже, ну в принципе, уже давно нужно метить на долгосрок, на долгосрочные ожидания. Но, опять же, текущие уровни – это отличная возможность, чтобы все-таки приступить тоже к трейдингу, в расчете на то, что пара евро-доллар в перспективе окажется в районе 0,96-0,95, потенциально ниже. Индекс доллара 110-16. Здесь мы прорвали снова выше 110 пунктов. Причем стоит сразу же сказать про вчерашний блок макроэкономических данных. Все отчеты оказались лучше ожиданий. Заказаны товары длительного пользования на 0,4%. Рост прогноз был, по-моему, ниже. Самый важный релиз – годовые данные по АВВП. 2,6% рост в третьем квартале. Прогноз – 2,4%. Первичные заявки – 217 тысячи. Обращение прогноз – 220 тысячи. Годовые данные. Вот этого релиза достаточно, чтобы подтвердить ожидания тех, кто считает, что у американского регулятора вообще нет никаких преград и препятствий, чтобы те замедлили темпы повышения процентной ставки. Да, друзья, я прекрасно понимаю, что рост ставок уже привел к значительному повышению ипотечных ставок. В частности, ипотечная ставка сейчас превышает долгосрочная. 7%. В последний раз на таком уровне мы наблюдали в 2002 году. Но я не разделяю точку зрения тех, кто считает, что все, доллар не будет дальше расти, потому что выросла ипотечная ставка. Но неужели вы думаете, что американский регулятор, который ранее анонсировал проведение агрессивно-жёсткой монетарной политики и начал постоянно на каждом заседании повышать ставку, полагал и размышлял следующим образом, что вот мы повысим основную ставку, а ипотечная ставка не вырастет. Ну, я надеюсь, что среди вас нет тех, кто мыслит таким образом. Безусловно, повышение ипотечной ставки – это логичное следствие тех решений, которые принимаются американским регулятором. Но снова повторяю, что когда ФРС заварил всю эту кашу и решил начать активно бороться с инфляцией, он смирился тем, что эти решения приведут к рецессии в американской экономике. Но заранее он был готов заплатить эту цену. Вот это, мне кажется, самый главный довод и аргумент, который удерживает сейчас покупателей в индексе американского доллара и сохраняет этот инструмент выше 110 пунктов. Ждем заседания ФРС на следующей неделе. Повышение ставки неизбежно на 75 батичных пунктов, и я рассчитываю, что на этом фоне индекс, соответственно, окажется еще выше. И по остальным активам. Доллар иена все ниже, 146.18, наша цель 140. Доллар канадец, поздравляю, друзья, мы сделали нашу цель на отметке 1.35, лоу вчерашнего дня был 1.34.94. Если хотите еще поддержать шорт, я поддерживаю эту идею, потому что действительно на фоне роста цен на нефть сейчас нужно использовать эти условия, чтобы покупать канадский доллар. Рынок нефти 94.21, ждем, соответственно, 97, 98 и 100. Хорошо, что все-таки покупатели вернулись на рынок углеводородов. И сегодня на повестке экономического календаря в 8.00 по GMT будут данные по ОВП Германии. Ожидаются очень слабые цифры. За третий квартал спад фактически на 0,2%. Поэтому давление на евро может усилиться. И потом еще в 12.30 по GMT блок данных из США. Личные доходы, личные расходы. Эта статистика может дополнительно поддержать позиции индекса доллара и, соответственно, усилить давление на риск. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии и хороших выходных. Увидимся в понедельник. Всем пока.